доброе утро дорогие друзья чашка крепкого кофе или может быть чая вкусный завтрак и телеканал от в это залог успеха удачного и успешного дня так что присоединяйтесь к нам я думаю что ближайший час мы проведем вместе он будет интересным будут интересные гости интересные сюжеты о нашем округе просыпайтесь будет интересно практически вся эта неделя посвящена литературе вот например сегодня общероссийский день библиотек это очень интересная тема кстати немножко давайте углубимся в историю для начала первая библиотека ну так считается на руси была открыта в 1037 году представляете организовал ее ярослав мудрый располагался она в городе киев после этого стали появляться монастырские библиотеки и как вы понимаете доступ к ним был ну весьма ограничен только для определенной категории лиц а вот первая публичная библиотека была открыта в 1714 году в Санкт-Петербурге вот туда уже был доступ открыт для всех пользователей вот с этого момента в россии стали появляться уже библиотеки которые ну соответственно мы можем наблюдать и сегодня в разных городах нашей огромной страны денис в нашем округе сегодня работает целая сеть библиотек которая стала точкой притяжения для жителей в библиотеке номер один например проходят различные интересные мероприятия это и мастер-классы творческие и квесты экскурсии значит я считаю это правильным потому что ну скажем так с появлением интернета библиотеки к сожалению на мой взгляд потеряли свою актуальность в моем детстве и моей юности да библиотека была очень важным местом и для учащихся в школах и в институтах вообще для людей в принципе да люди тогда читали книги любили это дело сейчас можно любую литературу найти в интернете поэтому библиотеки ходит все меньше и меньше и мне кажется вот это расширение формата библиотеки оно очень важно и необходимо на сегодняшний день и ты знаешь вот та самая библиотека номер один о которой ты заговорила она придумала такую интересную историю проводить у себя квартирник что это значит да приглашается будет интересный человек гость это может быть музыкант может быть писатель может быть актер я не знаю может быть какой-то общественный деятель а собираются люди вход всегда свободный туда да и в таком формате свободного общения проходит вечер за чаепитием просто за общением это очень здорово прекрасная идея да и это очень актуально мне кажется на сегодняшний день и для нашего округа и вообще для нашей страны в целом очень интересный формат так что следите за афишами и в нашем городе и в социальных сетях и если вам понравится и будет интересен гость которого в очередной раз пригласит библиотека номер один к себе на квартирник с удовольствием приходить вам там будут рады ну а пока давайте посмотрим сюжет наших корреспондентов вот о таком формате квартирника в библиотеке номер один пятничный вечер с хорошей музыкой что может быть лучше на традиционном квартирнике в библиотеке номер один прозвучали современные песни в исполнении ливана бхаладзе и валерии дэлба эстрадное искусство ребята постигают в институте культуры даже в таком камерном исполнении то есть все равно волнение какое-то оно присутствует и это считается нормальным вот но все равно очень уютно очень понравилось и хочется почаще такие вечера публика очень хорошая и приятный вечер теплая иммерсивный музыкально-поэтический аудиоспектакль внутрь представил посетителям первой одинцовской библиотеки слава рязанцев стихи и проза для него способ взаимодействия с миром который он открыл для себя еще будучи подростком сладко сопит малыш солнце ползет украдкой в окна спокатых крыш умиротворяющая музыка и поэзия чтобы ничто не отвлекало от восприятия автор предлагает зрителям надеть на глаза маски и комфортно устроиться в креслах да и сам слава читает свои стихи в основном с закрытыми глазами для максимального погружения в атмосферу радости электро балалайка и баян необычное сочетание на сцене одинцовской библиотеки номер один дуэт богатые и знаменитые владимир и тигран знают друг друга с детства играли в одной группе и решили продолжить свое музыкальное творчество программа в основном экспериментальная говорят исполнители буратино никогда не унывает все понимает но никому этого не показывает говорит анна он вдохновил ее на многие стихотворные произведения говорит буратино мальвине давай жениться сколько можно друг другу по разным поводам снится у меня есть домик а в нем очаг не какой-нибудь нарисованный настоящий в 2012 вышел сборник стишки для детей и дураков именно стишками автор называет свои смелые строки в шуточной и игривой форме в них раскрываются самые главные и сложные моменты в истории нашей страны и жизни каждого человека темы любви взросления расставаний жизненных уроков все это волна проект автора песен наталья ерина и ее мужа владимира ерина наталья стала гостей традиционного квартирника в одинцовской библиотеке номер один одинцовские слушатели встретили наталью очень тепло автор песен призналась что подобные творческие встречи помогают музыкантам лучше узнать свою аудиторию в ближайших планах у исполнительницы выпуск новых альбомов а у коллектива библиотеки интересные квартирники культурные ценности это конечно очень хорошо а ты вот знаешь денис что например сегодня день сварщика эта дата официально не утверждена но уже имеет достаточно большую историю ее празднуют с начала 90-х годов это очень интересно конечно я думаю что для специалистов в этой области эта информация будет интересна в любом случае всех сварщиков поздравляем с их профессиональным праздником полина помнишь такую интересную песню как теперь не веселиться не грустить от разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед ну может быть мотив я наврал но по тексту точно верно замечательная веселая песня а почему ты про нее вспомнил а вот не просто так я про нее вспомнил сегодня отмечается международный день соседей так что дорогие мои после нашей программы обязательно а может быть вечером после работы уже выходите всем домом всем двором на улицу и начинайте коллективно отмечать день соседи сегодня ну праздник для нас для всех потому что все мы кому-нибудь до являемся соседями потому что поэтому всех вас поздравляю с нашим общим профессиональным праздником с днем соседа с днем соседей а заодно денис можно совместить приятное с полезным и например не просто собраться и попить песенки а еще устроить субботник в процессе празднования так сказать да 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 можно и так цветы убрать двор можно и так ну что давайте узнаем что нам на сегодня приготовили звезды наверное да наша рубрика про гороскоп доброе утро меня зовут виктория штерхан сегодня мы посмотрим для вас в рубрике про гороскоп рекомендации на грядущую неделю ну что посмотрим что же нам рекомендует карты овны для вас рекомендация этот туз кубков и он овны рекомендует этот кубок этот туз быть действительно открытым сердцем помнить о том что для вас важно помнить о том как действительно ценно любить делиться любовью принимать других и в первую очередь принимать себя туз кубков это в том числе аркан исцеления когда мы расслабляемся отпускаем блоки отпускаем напряжение позволяем себе быть настоящими естественными живыми с собой и с другими и в том числе принимаем других людей также туз кубков рекомендует вам в течение недели обратить внимание на ваши эмоции и чувства которые будете испытывать потому что они могут вас накрыть волной и и поэтому рекомендуется вам все таки себя как-то успокаивать проводить приятное время находить этот баланс и гармонию и конечно же не доводить себя до истощения если вы чувствуете что вам важно ну хотя бы испытать немного радостных моментов обязательно дайте себе ведь эмоции это огромный ресурс тельцы для вас рекомендация на неделю эта карта солнце 19 старший аркан который буквально заряжает силой радостью и я бы сказал желанием жить ведь не зря на этой карте изображен ребенок конь солнце подсолнух абсолютное изобилие благодать которые так и рекомендуют живи живи на полную ищи радостные моменты радуйся тому что имеешь радуйся тому что тебе дает жизнь цените то что вы имеете и благодарите буквально жизнь ну правда на этой неделе вам рекомендуется не щадить энергии а тратить ее вот прям щедро и лихо питать вы можете очень много успеть за неделю и поэтому не бойтесь браться за большое количество задач и заданий и также не бойтесь делиться энергией с другими людьми да иногда нам кажется нет я лучше побуду дома я лучше останусь на одини с собой то моя сила она мне пригодится на этой неделе чем больше вы будете делиться энергией тем больше вы будете этой энергии назад получать близнецы рекомендация вам на неделю 17 старший аркан звезда который говорит будь молодым и в душе и снаружи да вот как только мы чувствуем что нам все надоело что нам ничего не интересно что у нас ничего не мотивирует тут-то молодости заканчивается поэтому быть молодым верить в чудо мечтать желать что-то нового вдохновляться творить это то что вам рекомендуется на грядущей неделе также карта звезда действительно рекомендует заняться возможно процедурами омоложения сделать вклад в свое здоровье позаботиться о своем питании о своем теле а физической активности и также 17 аркан напоминает что каждый в этом мире может стать звездой и возможно именно эта неделя может дать вам такой шанс и такие обстоятельства в которых вы станете звездой ориентиром для других будет ваш звездный час не скромничайте сияйте будьте примером для других не стесняйтесь если пришла пора выйти на сцену так пора раки вам на этой неделе рекомендует тройка мечей делать очень 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 грамотные решения потому что по тройке мечей очень часто делаются решения такие которые уже не поменять поэтому принимайте решение делайте шаги делайте выбор делайте шаг самостоятельно но очень обдумчиво то здесь все-таки мысли должны победить победить над чувствами как бы мы не хотели жить по зову сердца иногда нужно включать голову на этой неделе это должно быть важней как видите мечи протыкают сердце и это как раз таки на напоминает ну да как бы сердце не болело но голова же знает что сейчас правильный сделать вот так в некоторых ситуациях все-таки это действительно важно поэтому сделать это решение не будете сделать какие-то сделки не бойтесь делать какие-то подписывать какие-то договоры договариваться о чем-то нет делайте но делать это грамотно и рационально львы вам рекомендаются на неделю этот уз мечей который в первую очередь напоминает что никогда не поздно начать сначала туз мечей это единица старт новое вдохновение новая идея новая возможность запуск шанс поэтому делать и шагать и дерзайте не стесняйтесь позволяйте себе туз мечей также еще рекомендует опираться на собственные знания интеллект поэтому чему-то обучиться как-то поразвивать свой мозг и голову это тоже крайне полезно грядущей неделе возможно начиная дайте от решения каких-то ребусов завершая анализом каких-либо жизненных ситуаций также туз мечей всегда настраивать нас на победу ведь меч это победа одержать победу где вы можете держать победу почему вам кажется что вы не можете уберите все внутренние и внешние преграды на пути к цели и вот тогда цель станет более достижимой да порой действительно надо не просто достигать и вкалывать а убрать помехи и результат придет самостоятельно девы вам рекомендуется на неделю быть очень активными и заряженными энергией рыцарь жезлов это знаете ли такой аркан и гиги его не остановить он использует шанс он оказывается в нужном моменте в нужном месте в нужном настроении скажет нужные слова и сделает нужные дела и таким образом добьется своего вам рекомендуется не упускать шанс девы не откладывайте на потом знаю много уже сделали много сил уже потрачено но нужно на этой неделе не упустить шанс и пускай вам придется где-то потратить больше усилий но вот именно на этой неделе у вас есть возможность сделать это крайне эффективно Кроме того, рыцарь жезлов – это еще и мотивация. Загоритесь какой-то идеей, вспомните это состояние, когда вы прям с жаждой что-то делаете, когда вы горите каким-то желанием. Это может смотивировать не только вас, но и других, и привести к невероятным результатам. Рыцарь жезлов – это прям прорыв. Весы. Рекомендация вам на неделю – посмотрите-ка, это аркан с весами, тот самый аркан правосудия, справедливость, который напоминает о балансе, необходимости гармонии во всем. Все должно быть честно, четко, размеренно, но в первую очередь самим собой. То есть, если вы себе четко и уверенно признайтесь – это мне нужно, это мне не нужно, тогда и в жизни появится вот эта ясность. Не тяните, не откладывайте, не ждите, что ситуация сама как-то разрешится. Позвольте себе принять решение самостоятельно. Вы знаете, что вам необходимо, а что вам мешает. И признайте себе в этом честно. Сделайте этот выбор, сделайте это решение. И также справедливость рекомендует не тратить время на лишние занятия. То есть, это конкретный фильтр. Убрать все, мешающее вам на пути. Убрать все ненужные вам привычки, все ненужные вам занятия, все ненужные вам порой, возможно, даже встречи и знакомства. Справедливость она такая. За рациональность и за то, чтобы за минимальное количество времени успевать максимум дел. Скорпионы, ваша рекомендация – это королева жезлов, которая напоминает о силе, которая воскроется, о ваших талантах, о ваших истинных талантах. Ведь вышивать крестиком, либо что-то строить – это не обязательно талант. Талантом может быть умение выслушать, умение вовремя подчеркнуть какие-то выгоды, умение заметить сильные стороны людей, умение поддержать. Вспомните о своих истинных талантах, о своей природе, о своем характере и применяйте это не просто в личной жизни, не просто дома, в семье, в окружении, среди близких и друзей, а в том числе в своей работе, в своем бизнесе, в своей деятельности, везде, где вы можете. Ведь быть собой – это не только задача для того, чтобы быть настоящим дома, наедине с родственниками. Быть собой – это быть везде, настоящим, искренним. И быть собой дает невероятное количество сил и энергии. Вся энергия и силы в ваших руках. Вспоминайте это. Стрельцы, вам рекомендуется на этой неделе заняться своими эмоциями, обратить на это особое внимание. Если есть необходимость и потребность, сходите, возможно, к психологу. Пообщайтесь с близкой подругой, с мамой, либо с каким-то близким для вас человеком, который может действительно поддержать вас советом и помочь разобраться в своих эмоциях и переживаниях. Не откладывайте это на потом, потому что если вы затянетесь какими-то эмоциями и обидами, какими-то комплексами и страхами, они могут чуть позже вылезти вам боком. Эта неделя прекрасно для этого подходит. Вы сможете отпустить лишнее и наполниться энергетически. Также, если вы понимаете, что эмоциональные ресурсы истощены, порадуйте себя, проведите время на природе, займитесь любимым делом, попутешествуйте, прокатитесь на велосипеде. Что вас радует? Что вам дает эту самую эмоциональную энергию? Ведь именно она нас мотивирует вперед, она нас двигает вперед, она заставляет нас жить. И ради эмоций чаще всего все-таки мы действительно живем. Козероги, рекомендация вам – это королева кубков. И здесь уже мы все-таки смещаем внимание на себя. Не забудьте на этой неделе уделить время себе, своей красоте, своему здоровью, своему телу, своему дому, своему храму, в том числе ваше тело и есть ваш храм. Позаботьтесь о себе, и это даст вам сил для того, чтобы потом позаботиться о других. Королева кубков также напоминает о том, чтобы дело двигалось, чтобы дело развивалось, чтобы процесс шел, важно в него вкладываться. Если вы сейчас чем-то занимаетесь, какой-то работой, каким-то проектом, бизнесом, семьей, неважно чем, вложитесь в это искренне. Не просто думайте о том, что надо бы поскорее решить вопрос здоровья, займитесь им, вкладывайте в это внимание. Потратьте на это время. Там, где ваше внимание, там ваша энергия. А там, где ваша энергия, там и происходит ваша жизнь. И также королева кубков напоминает о том, что эмоции и чувства – это ваша сила на грядущей неделе. Водолей. Двойка жезлов. Эта неделя может быть действительно полезной с точки зрения остановки и переоценки того, что происходит в вашей жизни. Не всегда есть смысл гнаться, бежать за результатами. Порой очень даже полезно остановиться, переоценить все, что происходит в вашей жизни, посмотреть со стороны на события и обстоятельства и потом уже делать решительный шаг. Эта неделя может дать вам очень много полезной информации. И на ней вы сможете подготовиться серьезно к какому-то важному для вас делу. Может быть, вы планируете переезд, либо собираетесь сдавать какой-то экзамен, либо хотите что-то поменять в своей жизни. Не делайте поспешных решений. Дайте себе неделю, буквально небольшую паузу для переоценки, полноценной подготовки, для того, чтобы набрать достаточное количество сил, а потом уже приниматься за дело. Неделя может дать действительно вам хороший охват информации и энергии, которая потом пригодится на деле. Рыбы. Паш Пентакли рекомендует не упускать ваш шанс и использовать его всесторонне. Будь то какие-то предложения, будь то какие-то идеи, возможности, которые притягиваются вам от других людей, которые вы сами заметили. Почему не попробовать? Вот прям эта неделя кричит, пробуй, ищи, бери, тянись, делай. Да, не всегда то, что мы берем изначально, не всегда то, что нам нравится, не всегда то, что нам кажется прогрессивным, действительно приводит к каким-то весомым результатам. Но если не попробовать, результата никакого не будет. Рискуйте. Это может стать для вас действительно шансом, какой-то маленький шаг. Его нужно лишь делать на этой неделе. Только подумайте, почувствуйте, понаблюдайте, где нужно сделать этот шаг, где для вас хранится возможность. И в том числе Паш Пентакли живет, знаете, с каким настроением? С таким, что весь мир это мой подарок, вся жизнь это мой подарок, все мне несут подарки. Любое событие, любое обстоятельство, это дар лично для меня. Поэтому воспринимайте жизнь под такой призмой. И, возможно, вы увидите, какой мир плодородный. Я желаю вам прекрасной недели. Ну что, дорогие мои, со звездами все понятно. Я надеюсь, что каждый для себя нужную необходимую информацию усвоил на сегодняшний день. Гороскоп свой мы услышали. А теперь, наверное, нам немножко нужно взбодриться с вами. И я предлагаю вам посмотреть рубрику нашего эксперта «Арома-психолога» Юлии Крюковой. Рубрика про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители. И с вами я, Юлия Крюкова, в рубрике про здоровье. Сегодня хочу поговорить с вами о красоте. Красоте внутренней и внешней. Для нас, для женщин, очень важно чувствовать себя прекрасной. Не так часто мы слышим комплименты. Поэтому советую комплиментами одаривать себя саму. Для этого вам помогут такие эфирные масла, как роза, герань, жасмин, иланг-иланг. А, возможно, вашим выбором будет магнолия и многие другие эфирные масла, которые вы захотите использовать в данный момент. Ведь мы выбираем телом, слушаем и понимаем, что именно это эфирное масло мы хотим использовать сейчас. Именно этот аромат нам поможет в том или ином вопросе сегодня. Допустим, я выбираю сегодня грейпфрут. Я наношу его на ладошку. Те, кто смотрит нашу рубрику уже не первый раз, знают, какие способы использования эфирных масел мы рекомендуем. В данном случае подышать с ладоней. Я наношу грейпфрут на ладони, дышу домиком, подхожу к зеркалу, смотрю на себя влюбленными глазами. И не важно, что, возможно, с утра вы еще не успели умыться, ведь вы прекрасны в любой момент времени. Смотрите на себя и говорите себе то, что могли бы сказать другой девушке со стороны. Какие у тебя прекрасные глаза, какие у тебя замечательные длинные ресницы, а щеки, а скулы, а изгиб и ключицы. Они невероятно выразительные и так подчеркивают красоту твоей шеи. Возможно, вы отметите красоту ваших волос, ваш гибкий стан, ваши уникальные речевые способности, ведь голосом можно завораживать. Начните ваше утро с комплиментов и научите делать комплименты ваших детей. Ведь это так важно – слышать и слушать. Доброго, интересного и познавательного вам утра и замечательного дня. Денис, а вот интересно, есть ли в репертуаре нашего гостя песенка про веселого соседа? Я думаю, что ты своим вопросом сейчас поставил в тупик не только меня, но и наших телезрителей. Они не понимают, о чем речь. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в студии руководитель Одинцовского молодежного оркестра, который на последнем фестивале «Звучит Москва», международном, надо сказать, фестивале, занял одно из призовых мест. И у нас в студии руководитель этого замечательного нашего родного Одинцовского молодежного оркестра Дмитрий Михнович. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Очень приятно вас сегодня здесь видеть. Ну, первый вопрос. Во-первых, подождем с вопросом. Во-первых, поздравляем с победой. Это замечательно, это здорово, это очень престижно для нашего округа. Ну и первый вопрос, как это было. Расскажите, во-первых, почему на фестивале есть конкурсная программа, я правильно понимаю, да? Какое место вы заняли и как все произошло? Расскажите нам подробнее и нашим телезрителям. Ну, этот конкурс, фестиваль «Звучит Москва» в рамках этого фестиваля проходят как галоконцерты, как выступления в различных залах в Москве, так и конкурсное выступление. Там была половина коллективов выступали онлайн, то есть они записывают свои выступления на видео и отправляют по каким-то причинам, например, которые не могут приехать. А также было очное выступление, которое проходило в концертном зале Академии музыки имени Гнесиных. Тоже очень хороший зал, выступили там. Заняли мы второе место, участвовало в конкурсе 60 оркестров, но также этот фестиваль как оркестровый, так и хоровой. Хоры вообще, там было около 300 хоров со всей России, очень много. Например, на церемонии награждения, она проходила, наверное, около полутора часов, пока вот там был целый огромный такой стол с наградами, очень такой масштабный фестиваль. И галоконцерт проходил в Светлановском зале Московского дома музыки. Тоже нам довелось там выступить, там всего пять оркестров выступали. Как победители, да, нам как бы позволили там выступить. Это для нас очень большой подъем и хорошее очень впечатление. Не только для вас, но и для всего нашего округа. Это действительно очень достойная награда, и мы поздравляем еще раз вас с достойным выступлением и с тем, что вы несете. Действительно, вот гордо это культурное начинание нашего округа и вообще всего Подмосковья в целом. Поэтому еще раз поздравляем. Вообще, как сезон прошел в целом для вашего оркестра? Были еще какие-то, может быть, награды или какие-то конкурсы? Или в основном это была концертная деятельность? Этот сезон у нас отличает. Ну, хотя вот предыдущие также были интересные. Мы там ездили и в Питер выступать, и в Коломну в том году ездили выступать. Но этот год намного больше у нас достижений и выступлений. Например, в январе мы ездили в Дмитров, заняли там на конкурсе первое место. Еще один повод вас поздравить. Еще один повод поздравить, да. Также две недели назад мы выступали в Вегас-Сити-Холле. Это был большой пасхальный концерт Одинцовской епархии. И мы там выступали с сводным хором Одинцовского округа, в котором было около 250 человек. Мы там играли совместно песню «Дорога добра». Тоже был такой масштабный, интересный концерт. Дмитрий, а расскажите вообще о вашем оркестре, о ваших музыкантах. Оркестр наш, он состоит из учеников музыкальных школ, либо есть дети, которые закончили музыкальную школу. Уже прошло, например, некоторое время, они не брали инструмент. Но как только узнали о нашем оркестре, у них появилось опять желание играть музыку, играть в оркестре. И они вот приходят, восстанавливаются, набирают форму и также участвуют у нас в оркестре и играют. Ну, название «Самый молодежный» оркестр, да, оно предполагает все-таки, как бы, да, участников вашего коллектива молодого возраста. Даже дети есть, да, насколько я понимаю? Дети есть. У нас самый младший участник, он один, мой сын. Ему 9 лет, будет летом 9 лет. Он играет на ударных. На ударных. На ударных, да. Также вот есть там несколько детей, там 11, 12. А самые старшие у нас 18-летние, то есть старшие нет. А что происходит с вашими музыкантами по достижении 18 лет? Они же уже, можно сказать, переходят, так сказать, во взрослый статус, в статус взрослых людей? Ну, пока у нас вот три года оркестра, пока у нас... Пока еще никто не пришел. Пока еще не выпускался. Пока никто не приходил, да. А репертуар какой? Репертуар у нас очень разный. У нас есть уже за три года, у нас накопилось у нас несколько программ разной направленности. Например, есть новогодняя программа, есть программа военных песен. Вот мы 9 мая выступали на площади, на главной, в Одинцово. С этой программой. Видели, знаем. Также у нас готовится программа «Музыка-кино». И есть эстрадная музыка, легкая, такая приятная, которая нравится детям. Современные есть популярные произведения в переложении для оркестра. Дмитрий, вот сейчас наконец-таки наступает тепло, наступает летний сезон, отдых, прогулки в парках. Я знаю, что вы сейчас как раз готовитесь к выступлению в парках. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям и нам, где и когда вас можно послушать и увидеть. Ну, ближайшее выступление у нас будет 29 мая в Одинцово. Опять же, вот на площади около администрации будет проходить первый фестиваль оркестров Одинцовского округа. То есть все оркестры Одинцовского округа будут там собираться и по очереди показывать свое мастерство. И много будет участников. Просто даже интересно, а много ли в нашем округе оркестров? Ну, там заявлено, по-моему, около 8 или 9 оркестров. Это из Одинцовской школы. В Одинцовской школе у нас же есть и духовой есть, и народный оркестр из лесного городка. Ну, в общем, немало. Мне вот все-таки хотелось бы вернуться непосредственно к самому коллективу. А вообще численность вашего коллектива насколько большая? И какие музыкальные инструменты? Поподробнее расскажите. Ну, сейчас у нас уже 36 человек. Хотя буквально неделю назад было 30. То есть после наших выступлений 6 человек появилось. Состав у нас симфонический. У нас есть как струнные, так и духовые и ударные инструменты. А попасть как можно к вам в оркестр? У вас есть открыт набор, допустим, да? Если вот сейчас нас посмотрят какие-то молодые дарования нашего округа и решат, что вот хочу себя попробовать. В вашем оркестре они могут к вам прийти на какое-то собеседование, на прослушивание? Да, набор у нас открыт постоянно. У нас нет такого, что объявляется там конкретный день. Набор постоянно открыт. Можно созвониться, договориться о встрече, прийти на какую-то репетицию. Либо я отдельно человека прослушаю, либо он сразу сядет в оркестр, и я пойму, что он может, какую партию ему играть. А насколько жесткие критерии отбора у вас? Ну, у нас необходимо, чтобы, самое главное, участник способен был читать с листа ноты. То есть, необходимо, ну, три класса музыкальных, музыкальной школы образования. Потому что если не может человек читать ноты, он не сможет... Работать в оркестре именно. Сможет быстро, который не сможет готовиться. У нас в последнее время очень быстро готовятся программы. Например, вот это выступление с хором вега-сити-холле. Нам предложили выступить. Надо сыграть такую песню, «Дорога добра». Мы ее подготовили буквально за две недели, там, три-четыре репетиции. Она уже была готова. Ну, вообще, вот, все-таки оркестр молодежный. Я так понимаю, у вас достаточно большое количество детей, именно прям даже детей, да? Да. Я не знаю, как это можно квалифицировать. Работает в оркестре, да? Это же все-таки уже, как бы, такая профессиональная, достаточно, деятельность вашего оркестра, да? Это же не педагогическая деятельность, не обучающая. Да, то есть мы... Это уже профессиональный оркестр, который выступает на площадках, ездит на конкурсы, да? Соответственно, дети уже, в общем-то, выступают как профессиональные музыканты в вашем оркестре. И вот мне интересно, вообще, вот, в нашем округе заинтересованность детей, вот, в таком творчестве, насколько сильна? Вы, как руководитель оркестра, наблюдаете какой-то, может быть, рост заинтересованности детей, желающих стать музыкантами? Или, наоборот, может быть, на спад как-то вот пошло последнее время это все? Ну, мне кажется, последнее время, наоборот, идет на подъем. Подъем, да? Ну, я, учитывая то, что вот, то, что дети, уже закончившие музыкальную школу, которые уже, как бы, бросили музыку, узнав о нашем оркестре, они берут инструмент и занимаются, и стараются. То есть, эти дети, которых родители заставляли ходить в музыкальную школу, они ее закончили, отмучились, как бы, да, и хотим забыть, как страшный сон, но нет, да? Идут в оркестр и занимаются уже профессиональной музыкой. Мы не обучаем, мы в оркестре не обучаем, то есть, у нас проходят репетиции, где мы готовим новую программу, вспоминаем старое, поддерживаем форму, но обучения нет. Каждый день репетируете? Нет, не каждый день, мы репетируем три раза в неделю. А база где у вас находится? База находится в КСЦ «Мечта», маршрута Жукова 38. Вот если сейчас какое-нибудь молодое дарование захочет поступить к вам в оркестр, да, им нужно туда приезжать, на базу к вам, да? Да, конечно. Скажите, а какие у вас планы на лето? Вы будете продолжать репетиции или все-таки отдохнете детям? Все-таки как-то надо им как-то к школе подготовиться, набраться сил? Я вот заметил в последнее время у детей, помимо того, что они играют музыку, у них сформировался коллектив, им очень интересно общаться вместе. То есть, оркестр – это для них как еще общение. Поэтому те, кто не уезжает летом, они будут ходить. В оркестр у нас, получается, отпуск будет с середины июля до середины августа. До этого времени я работаю. Те, кто могут, кто не уехал, они приходят. Также вот мы выйдем из отпуска в середине августа и наверняка придется к началу сентября готовиться. Наверняка будет день открытых дверей, день города. Нужно будет вспоминать, готовить программу. Для детей, которые являются участниками вашего оркестра, это не только какая-то там профессиональная деятельность, да, но это еще и возможность обзавестись новыми друзьями, новыми знакомствами. Конечно, у них дружба, компания. Интересный досуг, да. А такая дружба, которая зарождается в детстве, она, как правило, на всю жизнь. Да. Поэтому вы на себя еще и несете такую вот педагогическую ответственность. Воспитание, правильное воспитание нашего поколения молодого. За что, собственно говоря, мы вам искренне благодарны. Спасибо. Что в нашем округе есть такой замечательный оркестр, который и прославляет наш округ, да, и берет на себя вот такую вот... И правильно воспитывает нашу молодежь. Да, такое вот направление, да, правильное воспитание музыкальное. Это очень важно, мне кажется, сейчас особенно. Это важно для нашей страны в целом, ну и для Подмосковья, и для нашего округа. Дмитрий, спасибо большое, что были сегодня у нас в гостях. В следующий раз обязательно приезжайте уже с ребятами и что-нибудь сыграйте. Здесь у нас, в принципе, выступают здесь и музыканты в рамках нашего утреннего эфира. И танцуют, и садятся на шпагат. И на шпагат, и садятся и танцуют. Так что обязательно приезжайте, может быть, с какой-нибудь там ритм-группой какой-нибудь небольшой. Обязательно. Но тем не менее... Небольшой, небольшой, да, программой. Да. Спасибо большое. Спасибо. И еще раз с победой вас на конкурсе и побед вам в дальнейшем. Новых побед, да. И достижений. Спасибо. Покорение новых творческих вершин. Ну что, вот такая вот музыкальная страничка в нашем утреннем эфире. Не переключайтесь, через несколько минут мы продолжим. Вчера мы отмечали День предпринимателя. Но для представителей этой профессии это не столько праздник, а сколько возможность встречи с соратниками, коллегами, обмена опыта. Ну, во-первых, всех предпринимателей поздравляем с праздником. Я не понял, кто это мы отмечали вчера День предпринимателя. Ты и все предприниматели. Правильно я понимаю, да? Да, я все праздники отмечаю. Ну, понятно. Лишь бы повод был, да, как говорится. Вот. Ну, тем не менее, еще раз серьезно абсолютно всех предпринимателей поздравляем с их профессиональным праздником. Ну, а вам, дорогие друзья, мы предлагаем посмотреть рубрику про бизнес и узнать, что нам сегодня приготовил эксперт нашей рубрики Юлия Чижова. Смотрим. Доброе утро, Одинцова. Сегодня мы поговорим с вами о продвижении для бизнеса. Что такое продвижение? Все уже слышали фразу, что реклама – двигатель торговли. Так и здесь продвижение жизненно необходимо практически для всех организаций. У нас в офисе доступно софинансирование по продвижению. Например, ВКонтакте вы можете положить сумму либо 3, либо 5 тысяч рублей, и мы умножим ее в 2,5 раза. У нас на условиях финансирования вы можете получить продвижение в Яндекс.Картах, Яндекс.Бизнесе, Яндекс.Взгляде и Яндекс.Директ. Также на условиях софинансирования вы можете получить не только эти услуги по продвижению. Мы можем разработать вам сайт, изготовить печатную продукцию, видео и аудиоролики. Если вы обращаетесь к нам в первый раз, условия для софинансирования для вас будут следующими. Это 30% ваше средство и 70% средство регионального бюджета. Однако, если вы обращаетесь к нам во второй и последующие разы, то сумма немножечко меняется. Вы платите уже 50%, и 50% мы добавляем из регионального бюджета. Согласитесь, это довольно хорошие условия для того, чтобы продвинуть свою услугу или свой товар. Сроки конкурса, а также условия и методические указания по подаче заявки вы можете посмотреть на нашем телеграм-канале «Мой бизнес» Одинцова. Хорошего вам дня! Денис, хочу поделиться с тобой очень важной информацией. Вот скажи, пожалуйста, где ты хранишь ключи от дома, от машины, от гаража, от дачи? Где? У меня нет ни дома, ни квартиры, ни гаража, ни дачи. Шутка, шутка. Есть, конечно. Ну, кое-чего. Не все, но кое-чего есть. В кармане храним в основном. Ну вот, а ты знал, что можно сделать ключницу своими руками? Предполагал. Предполагал, но не знал, как. Вот наша мастерица Полина Бахова сейчас нам порасскажет поподробнее, как это сделать. Очень интересно. Смотрим рубрика про творчество. Сегодня у нас в гостях Анна, мастер по гравировке и обжигу дерева. Вот такое необычное занятие. Расскажите, пожалуйста, о своем хобби, заделии и что мы сегодня будем делать. Сегодня мы будем делать ключницу, которую я уже подготовила. Это у нас массив какого-то дерева. Это сосна. Сосна. Она уже заготовлена, она отшлифована и готова уже к обжигу. Я уже нарисовала предварительно здесь рисунок, который будет. Маленький домик. Маленький домик на холме. Минимализм. Сейчас я буду приступать к обжигу. То есть мы включаем и вот за счет горячего вот такого нагрева у нас получается, прям как в детстве, мы делаем досточку. Я помню, на 8 марта все делали у нас. Запах такой прям специфический, жженого дерева. Очень вкусно. У нас рисунок рисуется заранее на поверхности деревянной. Да, самым обычным карандашом. Любой, какой мы захотим. Конечно. Или лучше все-таки минимализм, чтобы было удобно выжигать. Ну, у меня разные сложности были заказы. Но я решила сегодня показать вот такой вот очаровательный домик. Сейчас я его еще наведу чуть-чуть. Конечно. Вот, например, ключница у вас здесь тоже домик. Брелок. О, это брелок. Ключницу мы делаем, а это брелок. Тоже похожий домик, дерево. И потом он чем-то, видимо, обработан, да? Да, это мы будем в дальнейшем обрабатывать льняным маслом и специальной полировочной пастой, которую я тоже сама изготовляю. У меня все производство мое. Итак, мы сделали вот такой красивый домик. И теперь нам нужно зашлифовать. Зашлифовать для того, чтобы убрать вот эту смолу, которую выделило дерево во время обжига. Это сосна, и она очень смолянистая, поэтому нужно это счистить. Он стал мутный домик у нас. Не получился фокус. Сейчас. Смолянистая. Все вижу. Сосна не дала все сдуть. Буду снова жужжать уже гровером для того, чтобы сделать отверстия, на которых она будет висеть вот здесь, с обратной стороны, два отверстия. И вот эти отверстия для того, чтобы вкрутить уже крючки для самих обрелков. Жужжите. Жужжу. Я так и говорю все время на своей странице, что я люблю жужжать, хочу жужжать. Это специальный тоже какой-то у вас гроверат, который называется гровер. Увеличиваем мощность оборота. Увеличиваем мощность оборота. Потрясающие у нас тут процессы происходят. Все задымило, запылило. И такие запахи. Я как в столярной мастерской нахожусь. Это мы сделали отверстие для крючков. Для крючков. Сейчас я их буду вкручивать. Крючки эти я купила в обычном строительном магазине. Да, они везде продаются. Поэтому это абсолютно не проблема. В свое время я тоже сделала ключницу. Дома она у меня до сих пор висит. Из реек. Мне прям захотелось сделать ключницу своими руками. Какая прелесть. Я купила рейки, распилила их. Лобзиков. Да, делала такие же крючки. Все сколодила маленькими гвоздиками, разукрасила. И теперь у меня ключница своими руками. Крючки я вкрутила. Сейчас я еще сделаю два отверстия для гвоздей, которые будут держать саму эту ключницу. Почему два? Потому что на одном она будет как качелька колыхаться. Конечно. А на двух она будет более стабильная, статичная. Угу. Так, заготовка, я так понимаю, готова. Она готова. И осталось сейчас покрыть маслом и полировочной смесью. Для этого я беру обычное льняное масло и, соответственно, буду покрывать. Поменяла цвет. Да. Из-за этого? Да. Такой более мягкий. Более теплый. Да. Более темный. Итак, мы покрыли льняным маслом нашу ключницу. Она стала темнее. Она стала такая более вот какая-то прям гладкая и как будто уже и не самодельная вовсе, а как будто ее сделали на фабрике. И это что у нас такое? Это полировочная смесь, которую я изготовляю сама. Из очень вкусного. Почелинного воска и можжевелового масла. Почему именно вот такой состав должен быть? Потому что он дает очень приятный аромат на готовом изделии. И это уже такой рецепт, который я проверила. Ну, это не совсем мой рецепт. Это рецепт, который я позаимствовала у коллег. Но я просто добилась именно той консистенции, которая мне нужна. И что оно дает? Оно полирует. То есть будет блеск, будет аромат и дополнительная влагостойкость. То есть это прям вот такое вот эко-покрытие без химии, без всяких лаков. Но ключница наша готова. Можно уже на нее повесить. Попробовать, как это будет функционально. Продешите ключи. Ключи у вас тоже и брелок. Это с этого брелка все и началось. Ничего себе. Я сделала этот брелок и заразилась украшениями. Здорово. Вот такая ключница. Здорово. Спасибо вам большое, Анна. Очень интересно. У нас получилась вот такая вот ключница. Вы можете в такой же технике сделать и другие предметы, а также украшения. Удивительное рядом. Начинайте утро вместе с нами, и вы узнаете много полезного и интересного. Надеюсь, сегодняшнее утро, которое вы провели вместе с нами, было и полезным, и интересным, и познавательным для вас. Впереди два выходных дня. Пускай они будут интересными. Обязательно куда-нибудь съездите. Наш округ к этому располагает. Это огромное количество туристических мест, где можно провести время всей семьей. А в понедельник ровно в 8 утра вас ждут наши коллеги Катя и Руслан. До новых встреч, друзья!